Ее форма и содержание. То есть форма у тебя очень хорошая. Содержание пока я не могу понять. Поэтому я считаю, что нам нужно встретиться все-таки еще побольше. Хорошо, а что мы будем делать? Куда вы меня пригласите? А куда бы ты хотела бы сходить? Может быть в кафе какое-нибудь? Пообщались бы, чай попили бы с тобой. Я хочу большой. Как мне одна телка с СПП недавно зарядила. Большой. Я маму-то еще большой, ни разу не сводил. Как будто шлюху к виду большой. С СПП большой. Она говорит, да, так. Она там еще намекнула. Резкий прыжок с СПП большой. Она говорит, короче, ты там еще зайди на сайт, посмотри, почем авиабилеты. Типа так издалека зашла, мол, купи мне билеты, привези меня из Питера в Москву, своди меня в Большой. Там, не знаю, блядь. Потом Пушкин там или куда там, не знаю, блядь. В Сикси ей, блядь. Хотя, ну, как бы девка такая, ну, ее можно выебать, да, но, как бы, как говорит мой друг Миша, каждая женщина застойна секса, не каждый второй раз. Это вот про нее. Большой это, ну, это не про эту девку. То есть, если бы это была моя любимая женщина, я бы ее невзъебенно большой сводил. Это не тот случай. А, смотри, с меня в Большой. Ну, в Большой, это если в будущем у нас с тобой что-то получится. А все вот так идем в будущем, мы что, не моешься женщину в Большой сводил? Ну, это как бы логично, да, если мы с тобой встретимся, в дальнейшем что-то, может быть, закрутится. Пока я хотел бы сначала с тобой встретиться, пообщаться, узнать поближе тебя. А потом, если получится после первого свидания, сходим куда хочешь. Что у нас получится после первого свидания? У нас с тобой что-нибудь получится. Что у нас должно получиться после первого свидания? Ну, вдруг, если у нас обоих, а друг в друге сложится очень хорошее впечатление, мы захотим дальше продолжать общаться. А вы, наверное, пикапе. А-а-а! Бля-а-а! А-а-а! Я думаю, что так и надо? А-а-а-а! Вы, как это ебан! Я его, все... Как они обычно? А-а-а! Ну, я бы, наверное, разоржал. Мне так и все, я бы сказал. О-о-о-о! Как вам нравятся эти американские вещи? О-о-о! А особенно пардон. О-о-о-о-о! О-о-о-о-о! О-о-о! О-о-о-о! О-о-о-о-о! О-о-о-о! О-о-о-о-о-о! О-о-о-о-о! О-о-о-о! О-о-о-о! О-о-о! О-о-о! А это из какой сферы деятельности, это дегустатор алкоголя какого-то или что? Я с английским просто не дружу. У меня плохой английский очень. Может, ты мне пояснишь, что такое? Вы же знаете, что это. Сейчас вы будете хвастаться друзьям, сколько у вас номеров. Да нет, у меня самооценка, все нормально. Вы каждый день ходите к девушкам? Я общаюсь с различными людьми, с девушками в том числе. А вам действительно? Вы папа? А как это, девушкам нормально иметь себе ухажеров? А парню разве нет, что ли? Я считаю, пикапер, я что-то слышал подобное. Фильм есть какой-то русский там и так далее. Но я считаю, что если мне понравилась девушка, я могу к ней подойти. А вы смотрите сейчас влево, короче, и вот так, значит, вы берете. Я изучал это. Ну, есть понятие конгруэнкции. Я веду себя нормально, невербально. И слова у меня соотносятся. Значит, пикаперский термин, конгруэнкция, невербальная. Нет, это не пикаперский, это из психологии позитивной. Там Эрик Бёрна можно почитать. Я только читал 50 оттенков серого. Ну, я не читал. Не тот картин. Ну, думаю, не стоит. И про репку. Про репку. Моя любимая книжка там дед, мышка, бабка. И, короче, ладно, чувак, если серьезно, то... Ну, а как вы себе представляете? Вообще я живу с молодым человеком, да, то есть вы на самом деле очень интересный молодой человек, но как вы себе представляете нашу встречу? Вообще-то у меня уже там скоро помолвка и... Я не претендую на его место, я поэтому говорю, всего лишь пообщаться хочу, узнать о тебе побольше. Ну, вы точно, мы будем просто общаться, точно? Ну, скажу так, обстоятельства в жизни разные бывают. Вдруг что-то у тебя с парнем сложится, а тут будет другое. Вообще раз, мы просто будем общаться? Точно? А что на это ответить? Сразу же что-то пошлое кинуть. Что тебе хочется сказать? Ну, по крайней мере, я тебе не дам, а там как пойдет? Смотри, чувак, то есть как бы девкам до секса лучше не говорить, что будет секс. Ну, как бы я могу себе это позволить, то есть ты, в принципе, сможешь, но вот девка сейчас складывает с себя ответственность. Она говорит, чувак, у меня есть парень, я, в принципе, и так себя поведу, как шлюха в моих собственных глазах, если я пойду к тебе навстречу. Поэтому тебе надо максимум эту встречу завернуть в какую-то... Ну, все-все понимают, зачем, блядь, мне с тобой встречаться? Поэтому мне и говорили, что мы с тобой оклачем, чтобы говорить о поездках, что ли, об отельонах. Понятно, что, ну, как минимум, в перспективе можно и поебаться, что мне с тобой еще встречаться. Вот, и твоя задача, как бы сложить себе ответственность с ней, сказать, да, конечно, был вообще, ну, как бы, а что ты хотел? Ну, классно проводить время. Точно, надо бы рассказать. Будем время проводить, да? Ну, и при этом, ну, как бы, есть тонкий момент какой-то такой, что надо еще и показать, что ты не дрочер, а все-таки... Ну, если ты захочешь, я там сделаю тебе пару классных штук каких-то, там, массаж или что-то, ну, то есть, ну, вроде и при этом показываешь, что ты все-таки еще не додик, ну, или там встаешь, прощаешься, обнимаешься, там, понятно, что чувак, который ее там обнял при знакомстве, он как минимум... Будет еще раз все это позволяет. Да, 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 то есть, как бы, то есть, мы просто пообщаемся хорошо, да? Ну, да, пообщаемся, проведем классно с собой время, да, там, зарядимся эмоциями, ты, наверное, живешь, работа, дом, так далее, вот. А так, если что захочешь... Значит, я вчера так приехал из Сан-Тропе. О, там классно, да, наверное, сейчас? Да, еще позавчера я там была, там, на Ибице, то есть... Чем же ты занимаешься тогда? Если уж Сан-Тропе... Я хорошо сосу. Ладно, это все лирика, короче... Сколько времени здесь, чтобы нам все успеть? Да, время. Два часа. Мы здесь час сидим, да? Да. Ваня, можешь, это, побыть девкой? В таком имплоте я, это... Как-то... Чуть-чуть побудь девкой, то есть, вот давай сейчас с вами еще пробежимся, прям пару сек, буквально 15 минут, и пойдем это... Ну, давай. То есть, сегодня у нас такой день без теории... Да, я... Сейчас, нет, это все надо снимать. Его тоже? Да, то есть, ну, мы, допустим, его снимаем, и все, Вань, мы... Опять? Смотри, значит, сегодня день без теории, сегодня мы будем специально делать какие-то сложные сеты, там, то есть, если будут девки с мамами, мы будем тебя пинать к ней. Мы будем окончательно отрабатывать остановку, чтобы это выглядело, вот, как ты говоришь, конгруентно. Там, вытаскивать из магазинов, еще что-то, то есть, вот, ну, надо сегодня как можно больше потрошить, или как можно больше номерот. Вот, и повесим на тебя это все хрень, посмотрим, послушаем, что ты там им говоришь, как бы, как это выглядит, то есть, какие-то косяки поубираем. Ну, то есть, сегодня вот будет как-то так, привольно все будем смотреть. Дмитро, когда девчонку останавливал, блядь, на лестнице вообще останавливать, она мне говорит, тут люди, ладно, пойдем туда. Сейчас, смотри, сразу момент, если, типа, бывает, человек остановил, прям вы в потоке стоите, тут сносит, во-первых, сносит, во-вторых, реально им кажется, что... Слита вот эта напрягает. Ты ее берешь куда-то, оттаскиваешь в сторонку, да, ну, это самое, ну, там, в уголок, и там общаешь, то есть, сделай так, чтобы тебе ей было комфортно и как можно меньше свидетелей. Да, 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 в метру, блядь, тяжело это. Давай, Ваня, побудь девкой немножко. Давай. Так, мы сюда повернемся. Ладно, я там родюсь в телефоне, и там поместим. Да, Ваня, не надо. Да, не надо. Сейчас пойдем пинать чего-нибудь. Так, а сегодня 12-й, да? Привет. Короче, через три дня уже. Здрасте. Классно выглядишь, я присяду сюда. Отвлекись буквально на пару минут, я пообщаюсь с тобой немного. У тебя очень классная такая майка синяя такая, знаешь, футболка. Да, футболка, да. Вот такая, знаешь, как цвет морской волны, вот. И глаза такие тоже у тебя необычные, классные, вот. И лицо очень приятное такое, милое. Мне кажется, ты и внешне очень привлекательная, и очень добрый, милый человек. Знаете, у меня молодой человек. Да при чем здесь он сейчас? Я же тебе секс не предлагаю, я просто пообщаться с тобой хочу. Почему мне секс не предлагаю? Нет, я пообщаться хочу. Пару приятных слов, я видишь, я тебя позитивно подошел. Ну, я сейчас не так. Мне важно. Я тоже тороплюсь буквально на пару минут. Я сейчас тебя отпущу. Меня, кстати, Саша зовут. Ну, я не здороваюсь, надо не так. Я просто сам объясню, я кинестет. Кинестетика же знаешь, что такое, когда с чувствами все это. Ну, что-то слышал, да. Вот. И интуит. Мне надо чувствовать, что за человек передо мной сидит. Ну, я думаю, что это слишком для первого раза. А? Я думаю, что это слишком для первого раза. Ну, хорошо. А как зовут тебя, как мне к тебе обращаться? Меня Катя зовут. Катя? Ой, Катенька, очень приятно. Меня Саша, как я уже сказал. Катенька, ты очень такой милый, добрый человек. Давай с тобой как-нибудь это, я тебе позвоню, мы с тобой встретимся, поближе пообщаемся, я просто тороплюсь сам. Мужика, ты вообще, ну, как бы, мы сейчас, да, показываем возражения, но ты сам диалог куда-то деваешь. То есть, если ты будешь так с девками, то есть, ну, есть шанс, что они не будут вызваниваться, потому что они тебя не запомнили. Подошел чувак, типа, привет, там, я спешу, давай телефон. Заинтересуй ее, расскажи про нее, что-то такое, а что нахуй я сейчас. Или спроси у нее, что-то такое. Или покажи ей что-то, не знаю. Вывали. Ну, то есть, сделай как что-то, чтобы еще было сейчас так необычно одета для девушки, да, такие шорты джинсовые, кроссовки, такие белые, прикольные. Вот, ты, наверное, спортом, да, занимаешься? Активный человек. Бегаешь, а это... А на свидание они как-то идут. Это очень классно, кстати, я поддерживаю таких девушек, которые занимаются спортом. Не куришь, да, наверное? Не куришь, да, не выпиваешь, что-то так. Редко, ну, это классно, значит, ты любишь отдыхать, да, с друзьями там. Другой я вообще слушаю. Я чем? Да, я думаю, как при встрече тебе расскажу, я так работаю, закончил вот. Вот. Я работаю. Ты знаешь, у меня как бы мало времени свободного, потому что сейчас куча отчеток и большая загруженность, поэтому я не знаю, смогу я с тобой вести на сваду? Я думаю, давай все-таки ты мне сейчас номер оставишь, я тебе позвоню, я навязываться не буду, да, да, нет, нет. Вот. А ты, наверное, пикант. А это... Ты слишком подозрительно себя ведешь. Я не знаю, я не знаю. У меня мало свободного времени. Так ну, я тебе позвоню... Настойчивый молодой человек. Ты наглый? Я наглый. Я наглый, я не настоящий. Ну, может быть, я не знаю. Да, уже все. Я решил как бы... Давай, я спишу все в ВКонтакте. Давай, знаешь, я после работы освобождаюсь 7 часов. Я тебе скажу примерно, где я работаю. Если ты дождешься, то тогда да. Не, ну ты не серьезно, я ж не буду тебя ждать там, караулить у тебя под дверьми там у офиса, чтобы охранники на меня косо смотрели, правильно? Давай я тебе лучше позвоню, тем более я тоже занят все-таки. У меня дела какие-то есть свои, да, там. Я все-таки лучше тебе позвоню предварительно за день, за два. Мы с подругами пойдем в парк гулять. Хочешь, да, присоединиться? Не, ну я хочу пообщаться с тобой, а не с... Что мы будем делать? Да, все в рамках приличия. Будем общаться там, обсуждать что-нибудь. Классно проведем время эмоциями, как-то зарядимся. А что ты мне купишь? Что мы будем пить, есть? Да чай буквально, выпьем. В принципе, когда нормально общаешься, то когда... Слушай, а я вижу там у тебя какой-то друг на тебя смоет. Ты, наверное, пооспорил с кем-то, да? Да нет, нет, это ущербные только ребята так делают. У меня как бы самооценка все нормально и я вижу, что... Надо честно сказать. Я вижу просто, ты девушка презентабельная вот такая вот. Поэтому решил к тебе подойти. Ну а почему женятся на одних, да, там, а не на тысячи других, которые, может быть, и лучше как-то, и еще крашают тому подъемнее и так далее. Мне именно ты понравилась. Вот. По первым впечатлениям. Поэтому я бы хотел бы дальше это первое впечатление как бы развить и раскрыть. Давай я запущу твой телефон и... Не, ну это не серьезно, я все-таки считаю... Слушай, а если не будешь мне названить, тебя там... Да не, у меня дел много, чтобы постоянно кому-то названивать. Это... Это бред полный. У меня дел, я занятой, поэтому я тебе позвоню. Раз. Ответишь, скажешь, да, да, нет, нет, и все, как бы... Не, есть с кем общаться. Я думаю, именно на этом стоит заканчивать, да? Потому что я уже не знаю, о чем это. Какие от Мортики говорили.